ЗОЛОТАЯ РЫБКА Знаменитый культовый режиссер Герасимов и ваш учитель говорил, что вы актриса двух дублей, с вами легко работать. Да, это правда. Почему? Потому что вас не интересовал результат, вы были естественны, или потому что так готовились к ролику? Почему вы актриса двух дублей? Сергей Пленедович Герасимов, он очень психолог тонкий. Это не каждому режиссеру дано, понимаете? И он понимает, один артист, от того, что он раз, второй раз, третий раз, и он смотрит, надо его еще проверять. Есть другой организации, люди просто. Дело не в артисте, поскольку он в этой профессии, значит, когда... Я вам скажу вот такой пример. У меня была назначена репетиция «Проклятие Григория». У меня вообще кинопробы не было. Вот. Потому что, когда мы были у Шолохова в гостях... А, это, простите, это было о судьбе человека. И он спросил Бондарчука, который тоже в это время был в гостях у Шолохова, и они выбирали с Монаховым, оператором «Судьбы человека», места для съемок. Вот там как раз начинается картина. Вот. И когда Шолохов спросил Бондарчука, Сергей, а ты нашел Ирину, кто у тебя будет играть? Да он говорит, есть актриса. Ну, вы же там пишете, со стороны на нее глядеть. Не так уж она была себя видная. Но ведь я-то не со стороны глядел, а в упор. Ну вот. И эта актриса не тянет на упор. Он говорит, а что тебе выбирать? Вот сидит натуральная Ирина. А мы приехали с третьей серии Тихого Дона, чтобы показать землякам Шолохова и ему, чтобы он сам свое слово сказал. Ну, и не была незабываемая, конечно, эта поездка. Группа такая великая. Все было здорово. Так что вот. А показывали только третью серию или вообще каждую серию Шолохова показывать? Нет, уже две серии прошли. Но их показывали Шолохова? Да, да, да. Я не знаю. Мы не приезжали. Мы приехали только с третьей серии. Но она как бы заключение, резюме всего. Наверняка он смотрел. Наверняка смотрел. И вот хотелось Герасиму услышать от мастера, от писателя, родоначальника этой эпопеи, его слово. И, конечно, это была незабываемая встреча, потому что тогда еще небольшой, я не знаю, как сейчас, но, конечно, уже другой зал. А тогда был еще относительно маленький зал. И люди сидели, лежали кто как мог устроиться. А мы сидели, значит, через всю сцену эту небольшую, был сдвинутый стол, и один стол был покрытый кумачом, конечно. И мы все, включая Бондарчука с Монаховым, сидели за этим столом и общались вот с публикой. Это было незабываемо. А публика это просто земляки Шолохова? Ну, было же, ну, не при пустом же, не нам показывать это, и ни одному Шолохову. Ему было интересно, как это будет третья серия воспринята. Конечно, это было потрясающе. Я, кстати, когда вас представлял, у меня был еще вариант представить вас как полковника казачьих войск. А, да? Я знаю, что у вас есть звание полковника. Имею честь. Это все за Тихий Дон, как бы, вы заслуженная казачка? Ну, понимаете, столько было возможностей общения и как-то познать вот это вот казачество, как оно. Я была далека относительно, далеко, далека, да, казачье такое. Хотя историю-то все мы изучали и знали. Вот, но вот в такой близости я жила, я уроженка Махачкалы, Дагестана, в силу обстоятельств опять-таки. А потом жили уже с 11-летнего возраста в Ставрополье. Еще же в Дербенте было. В Дербенте. Ну, там и так промежуточно два года жили. Потом где-то 12 лет мы приехали, маму направили. Она была директором после курсов, на которые ее посылали в Днепропетровск, познать эти самые, как его, зерно. Нужны были работники для зерна, для зерновых этих пунктов. И мама вот рассказывала, как она, как они учились с таким напряжением в короткий срок, надо было окончить, а это 41-й год, окончить курсы, чтобы знать о зерне побольше. А мама была совсем другая. Она скакала на коне, рубила лазу в Дагестане. Так что воспитала два набора кавалеристов перед войной в свои неполные 30 лет. Так что это легендарная моя маба была. Вот это, может быть, от нее у меня вот эта сила. Потому что отец трагедии своей пережил, связанной с революцией. Вот как интересно. Действительно, казалось бы, какое я имею отношение? Имею. Я продолжение отца, который был в революции. Вот, понимаете? И потом 9 лет был в Лондоне. Вот одно за другое цепляется, так как я рассказывала уже это не раз. Понимаете? Невольно ты уходишь в эти воспоминания. И они для меня уже, как будто это было вчера. А отчима вы как называли? Папой? Как вы обращались? Долго нет. Михаил Игнатьевич. По имени отчества. Да, Михаил Игнатьевич. А уже в конце он хороший был. Он был хороший. И в силу обстоятельств. Тоже с фронта по ранению. К маме, главным бухгалтерам. На этот Дербенский, первое ее было директорство в этом, после Махачкалы, после завода, где она работала, рыбоконсервного, где она воспитала этих кавалеристов. Дербент после Днепропетровска, Курцев, Дербент. И вот я видела эти эшелоны, которые шли либо с ранеными, либо с... Вот представьте себе, он был один из тех людей, которого комиссовали по ранению. И он оказался в Дербенте. Его к маме прислали главным бухгалтерам. И я, конечно, этого никогда не забуду. Потому что эти пункты, как всегда, были на окраине, ближе к железной дороге. И напротив, прямо вот через дорогу пролегающую, ну какая там дорога местная, проселочная, вот. Это самое... Такой был курган. И на кургане стоял дом вот так вот, буквой П, наверное. Но эти коротенькие были, а это длинные. И вот тут была директорская квартира, там технорук, а тут главный бухгалтер, тут еще кто-то из начальства. Вот такая ситуация была. И вот приходил этот Михаил Игнатьич, а я вот была против. Вот представьте, в детстве меня это... Я долго-долго не могла вот принимать. Да. Хотя отца я помнила очень относительно. Но это опять особый рассказ. Вот. Это трагедия и семьи, и трагедия лично его семьи. Поэтому я ни бабушку, ни дедушку практически не знаю. Это все трагедия революции, как и войны. Только тут воевали, к сожалению, наши люди. Вот. И дай бог, чтобы никогда больше не возникало. Вот я сейчас очень переживаю, что там происходит на Украине. Это же все-таки родина была, Кириенко. Да. Михаил Игнатьевич. Украинка, да. Это украинская. И, наверное, там, может быть, его какие-то предки жили и все. Ну, в общем, если уходить в рассказы, жизнь у меня не такая короткая и не такая сладкая. Знаете, я столько... Когда мне говорят, как это вы, студентка, после второго курса снималась уже в Тихом Доне и вот так смогла передать. Да. Потому что я пережила, начиная с первых шагов своих, понимаете, в детстве, как человек прожил, вот, что он вобрал в себя, что воспитала в нем эта жизнь. С другой стороны, она воспитала во мне сильный, наверное, сильный характер. Хотя я эмоционально очень... Я могу и заплакать, я могу и переживать, вот, глядя на чужое горе. Понимаете, это все вот далось мне с моим возрастанием от детства к юности, от юности уже к Москве. Ну вот вы представляете, я успела в двух... В один год окончить в Москве техникум. И, как вам сказать, сдать экзамены за первый семестр, уехать на Ставрополье к родным, там встретиться с подружкой, с которой ходили еще в начальную школу. Ну, заканчивала я, как раз мы приехали вот с этим. И она говорит, да что ты, я учусь на твоей родине, Махачкала, в судостроительном институте, в техникуме. А я прочитала, что артисткой во ВГИК можно стать, поступить во ВГИК, окончив техникум. И я поэтому рвалась в техникум, неважно какой, мне важно было окончить техникум и познакомиться с Москвой. А в Москве жила моя родная тетя, мамина старшая сестра. И работала в этом знаменитом доме КГБ напротив памятника Дзержинскому, который стоял там. Она там 30 лет проработала со своими трагедиями, со своими машинисткой. И я приехала, от волнения пересыхает во рту. И я приехала в надежде жить у тети, но не получилось. И вот эта жизнь... А почему не получилось? А потому что у нее дочка родила, потому что там еще бабулечка была. Нашего дедушки, вот, их отца, тети и мамы, Петра Ивановича Иванова, родная сестра, старушка. Я начала, во-первых, с учебы в техникуме в одном. Потом вернулась с опозданием в Москву на семестр. Мы с этой моей подружкой по школе договорились, что она пойдет в начальство в судостроительном Махачкале, поговорит и пришлет мне вызов. А я приехала, меня вызывают деканаты, я не знаю, в техникуме деканат называется, наверное. Ну, в общем, вот это начальство. И стали меня ругать, что я опоздала. И я, не дожидаясь ничего из Махачкалы, я говорю, а я вообще бросаю. Я уезжаю, я в другой техникум перехожу. Так, как, что вот так? Я ухожу в Махачкалинске, на родину. А он говорит, они озадачились, но не ожидали. А я сдала экзамены нормально. Ну, у тебя здесь тетя есть? Я говорю, да. Вот пусть она придет, и мы подумаем насчет документов. И вот я помню, мы сидим на Кузнецком мосту, там было бюро пропусков. И тетя моя так, в общем, согласилась. Я говорю, надоело мне ездить за город в общежитие. Это бесконечная картошка. А ребята там на огородах этой картошки надергают и жарят ее постоянно. А я почему-то, я была в стороне вот от этих вечеринок, этих танцулик. Вот я, мне это не нравилось. Правда, не знаю почему. Вот такое было. А у меня тетя была, я скорее к ней. А потом вечером, еще помню, квартиру ее уберу, в авоську она мне масло-бутылку поставит под солнечного, чего-то еще-еще. И я еду за город, ой, как это называлось, по Ярославке. И, знаете, так мне надоело это общежитие, этот запах постоянной этой картошки. И я, в общем, вот так. Короче говоря, тетя моя не стала возражать, потому что она видела, я действительно маюсь во время учебы. И вот уезжаю, это так, я помню, как будто это вчера было. Лежу я плацкарта, значит, вагон не здесь, а в купе, там, значит, не купированный такой плацкартный вагон. Она мне подарила, ее шубой назвать нельзя, такой тулуп. Я потом, уже будучи актрисой, привозила оленьи эти шкуры, дарили там на севере, я привозила домой. И мы смеялись, я говорю, я вот под такой шубой, а там, знаете, короткий ворст жесткий, и шуба длинная была, и я не забуду. Я лежу в поезде, вот, укрытая этим тулупом, поезд уже отходит, и отошел, и звучит все песня. Тогда поезд идет на восток, была модная картина. Я лежу, и мы прощаемся с Москвой, перед нами путь большой, здравствуй, будем знакомы, дай мне руку, незнакомость, будь темой, вперед, друзья, в дальний путь, в дальний восток. Пусть летит за океан, и песня друзей, пусть летит все быстрее, а я рыдаю под эту песню. Ну, знаете-ка, поезд отправлял, всегда звучали песни. Я все-таки хотел бы уточнить насчет Матвеева, я так понимаю, что вы были в черном списке, вас не снимали. Это верно. Вас не снимали. Я знаю этот список, какой был, понимаете, мне рассказал Ростоцкий. Меня взяли в жюри, в каком, 65-м, 75-м году Калина Красная получила этот приз. И вот на этот фестиваль вдруг меня взяли в жюри. С какого бодуна? Ну, я где-то снималась там, так, знаете, не претендуя, а столько главных ролей сыграла уже. Да. Да. И авторы какие, понимаете? Так что это за список-то был? Кто его составил? Список был, ну, я уже называла его фамилию. Чего? Покойник. Это киночиновник какой-то, да? Чиновник по художественному кино был в ответе. Не главный министр или председатель. Чем вы ему не угодили? Гордостью своей и недоступностью. Так скажу прямо. Так. И все, что имеет место быть. Домогался? Ну, конечно, да. Так. Ну, я так деликатно, я даже не думала. И когда я оказалась в жюри, я спрашиваю, Стасик Ростоцкий пришел ко мне в номер и говорит, Дина, нас приглашает, от ЦК курировал тогда Александр Иванович, фамилия? Да бог с ним, да. Ну, вот сейчас, к сожалению, вылетают фамилии известные мне. Вот. Я его спросила, говорю, Стась, а он тоже ученик Герасимова предыдущих. И мы, они приходили к нам на курсы, мы были как-то на коробке. Я говорю, Стасик, с какого будуна я здесь на фестивале? Кто меня пригласил и зачем? Он говорит, как, а ты не знаешь? Я говорю, нет. Он говорит, твоя фамилия была в списке. И он мне сказал, да, ты не помнишь свою историю с Баскаковым? Я говорю, ну, как не помню, помню вот этот самый. Баскаков, да, зампред. Да, 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 да. Я говорю, и что, при чем тут он? А список был. Вот представьте себе на Мосфильме в актерском отделе. Ты там, говорит, не одна, но твоя фамилия. А вверху крестик стоит. И у нашего дорогого этого актера, начальника актерского отдела, отдела, был этот самый список. Вот и все. И вдруг меня приглашает в дежуре. Я говорю, о, боже. И вот, ладно. Ой, не могу, во рту пересыхает от волнения. Эти воспоминания, как переживаешь, как будто заново. Да. И мы пошли с ним, я говорю, ну, Стась, к начальнику ведет от ЦК комсомола, который курирует наш фестиваль. И вот так мы прошли в его номер. Если надумаешь уйти, я ухожу с тобой сразу. Он говорит, нет, ну, конечно, конечно. И мы пришли. Там, значит, там спальня, что висят эти занавески по краям. А номер один, вот номер, комната одна большая. А тут диван. И тут это самое, столик уже накрытый. И все. И тут балкон открыт. Лето прекрасно. Все. И я смотрю, там, что-то разговор туда-сюда. И этот Александр Иванович. А у меня уже клокочет все. Вот вы понимаете? Думаю, за кого он меня принимает? Что меня пригласили сюда? Ну, и вдруг, я смотрю, уже собирается уходить. Говорит. А, я говорю, да, пора, пора. И я встаю тоже. Все. Он осел, значит, сразу. И так было мы. Ну, уже рассвет. Ну, это же было после просмотров. Ну, да. После уже ночное время. Рассвет. Вышли на балкон. А, какая красота. Короче говоря, этот Александр Иванович от этого ЦК пошел вместе провожать меня. И они идут так. И я сбоку припеку. И он говорит, да, с нашими артистками. Стасик говорит, с нашими артистками каши не сварить. В мой адрес. И громко так. Да, это правильно. Вот, и все. Вы себя блестяще сохранили. Сохранила, да. Вы сохранили любовь зрительскую. Учесть день рождения, приближающийся. Так что это, знаете, это ведь точка зрения, ощущения, мировоззрения. Понимаете? Это все за этим стоит. За этим получилась Наталья. Я ведь поступала сначала к Райзману. Историю. Ну, я и рассказывала ее. Но невольно опять. Вот я же второй раз приехала поступать. И сижу где-то в коридоре и думаю, что мне делать. А там тетя, мама позвонила, тетя Оля и говорит, бабушку парализовала. А там еще двое от Кириенко детей. И мне надо ехать, выходит. И вдруг, ну вот как... Сижу я, сидит Эдик Бридун, которого я еще не знала. Потом он снимался со мной, играл Лукашку в этом... В казаках Толстого. Вот. А тоже был принят так условно. Без общежития и без стипендий. Вот что убила. И у тети я жить не могла. Вот все. Это повторить мне вот эту вот историю с техникумом. И в это время подходит Тамара Федоровна Макарова. Которая всегда была, ну как бы, правой рукой, наверное, и как жена, и как друг, и как соратница по работе, Тамара Федоровна Макарова. А для нас это была хозяйка Медной горы. Если я даже не помню, был Герасимов, я его и не знала тогда еще внешне. На этом, у Райсмана на экзаменах. А Тамара Федоровна обязана была быть там. Педагоги сидели все. Вот. И говорит, ну что ты надумала? Потому что у меня этот вопрос не вдруг возник. Вот. Я говорю, не знаю. Вот у мамы там горе такое. И она мне говорит, ты знаешь, поезжай. А на будущий год будет Сергей Полинач Герасимов набирать курс. Мы с Сергеем Полиначем будем набирать курс. Приезжай, но готовься. Видите, значит, все-таки были люди, которые ценили и помогали. Вот почему я говорю, он тонкий психолог. Если он был на этих экзаменах, значит, он увидел во мне вот то, что в другом не увидишь. Понимаете? Вот это вот. Фу. Не могу, аж мороз по коже у меня. Воспоминания этих. Ну как это? Макарова сама подошла. Да тут уже вопрос был решен. Зинаида Михайловна, мы финишируем следующим образом. У нас есть дядя Володя, наша золотая рыбка. И мы просим гостей. Может, мы ушли далеко от темы? Мы в тему. Какая у нас тема? У нас тема Зинаида Киренко. Поэтому мы от темы не ушли. Я попрошу вас какое-нибудь желание свое загадать дяде Володе. Скажите ему, что бы вы хотели, чтобы случилось. Я бы хотела воскреснуть для зрителя в новом каком-то материале. Мне хотелось бы чем-то так напомнить. Я поэтому соглашаюсь на телевидении иногда, чтобы меня увидели. Я живая. Я есть. Только киношники не видят почему-то. Спасибо вам за беседу. Спасибо.